Книга «Открытым оком», тема «Коммунизм», том 20, вопрос 3407. Какую лепту вложили поэты в корзину революции? Покажите на конкретном примере на одном поэте. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Почти все, за самым малым исключением, заигрывали перед передовыми негодяями, которые раскачивали государственную ладью стабильности. Рассмотрим только несколько стихотворений Некрасова «Н.А. В самих стихах нет ничего нового, а часто выдуманное, несоответствующее действительности. Но столько же плаксивой сентиментальности, свойственной великим преступникам, таким как Гитлер и Ленин, такие уж отзывы от Чернышевского, Белинского, Герцена и других смутьянов, что святых выносили от воскурений умиления похвальбы. Простите. Что святых выноси от воскурений умиления похвальбы. И это говорит, что они ничего не видели, что за крушением монархии выпрет ГУАГ. И уже ни одна женщина будет на площади бита, а она и не была, оказывается, никогда там бита. А уже вся страна пойдет в отвал. Что ты жадно глядишь на дорогу, в стороне от веселых подруг? Знать забило сердечко тревогу, все лицо твое вспыхнуло вдруг. И зачем ты бежишь торопливо, запромчавшийся тройкой во след? На тебя, подбоченясь красиво, загляделся проезжий корнет. Поживешь и попразднуешь волю, будет жизнь и полна, и легка. Да не то тебе пало на долю, за неряху пойдешь, мужика. Завязавший под мышки передник, перетянешь уродливо грудь. Будет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть. От работы и черной, и трудной, отсветешь, не успевши расцвесть. Погрузишься ты в сон непробудный, будешь нянчить, работать и есть. И в лице твоем полном движения, полном жизни, появится вдруг Выражение тупого терпения и бессмысленный вечный испуг. И схоронят в сырую могилу, как пройдешь ты тяжелый свой путь, Бесполезно угасшую силу и ничем не согретую грудь. 1846 год. Некрасов. Н.П. Огарев писал Т.Н. Грановскому «Тройка Некрасова. Чудесная вещь». Я ее читал раз за десять. Стихотворение вскоре стало народной песней и вошло в народные песенники. В романе Чернышевского «Что делать» тройку поет Вера Паловна. Неоднократно положено на музыку. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя. И музея сказал «Гляди, сестра твоя родная». 1848 год. Стихотворение написано не поживым впечатлением о наказании крестьянки. Некрасов не мог быть свидетелем истязания женщины, так как практически к женщинам наказание кнутом вследствие его особой опасности не применялось. С 1845 года, кавычки открываются, уложением об наказаниях вообще было отменено, а на основе зрительного сходства между зачеркнутыми красными чернилами, крест-накрест рукописями в цензурном ведомстве и исполосованными кнутом кровоточащими спинами жертв палача. Стихотворение таким образом представляет собой обобщенный символ страданий, включающий истязания над народом и над поэзией, которая вступается за его судьбу и разделяет его участь. Иссеченная муза. Синная рыночная площадь в Петербурге, на ней не производились публичные наказания, а находилась полицейская часть, в которой сегли розгами, втайне от посторонних глаз, совершивших проступки дворовых, пьяниц, мелких воришек и тому подобную. Ни звука из ее груди. После первых ударов кнута, уэстязуемых по свидетельствам современников, пропадал голос. Тем самым, молчание крестьянки и музы не признак стойкости героизма, а признак мученичества. Когда из мрака заблуждения, горячим словом убеждения, я душу падшую извлек, и вся полна глубокой муки, ты прокляла, ломая руки, тебя опутавший пророк. Когда забывчивую, простите, а, тебя опутавший порок, ты прокляла, ломая руки, тебя опутавший порок. Когда забывчивую совесть воспоминанием казня, ты мне передавала повесть всего, что было до меня. И вдруг, закрыв лицо руками, стыдом и ужасом полна, ты разрешилася слезами, возмущена, потрясена. Верь, я внимал не без участия, я жадно каждый звук ловил, я понял все, дитя несчастья, я все простил и все забыл. Зачем же тайному сомнению ты ежечасно предана, толпы бессмысленному мнению уже и ты покорена. Не верь толпе пустой лживой, забудь сомнения свои, в душе болезненно пугливой, гнетущей мысли не таи, грустя напрасно и бесплодно, не пригревай змеи в груди, и в дом мой смело и свободно, хозяйкой полною войди. 1846 год. Стихотворение заслужило многочисленные похвалы, а В. Дружинин в статье стихотворения Н. Некрасова назвал его превосходнейшим высоким созданием. Н. Г. Чернышевский писал поэту, что стихотворение «Когда из мрака заблуждения, давно отвергнутый тобою, я посетил твое кладбище, застенчивость», буквально заставляют его рыдать. Не однажды, в том числе и полемизируя, упоминал о стихотворении Ф. Ф. Михайлович Достоевский, приведя начальные строки и стихотворения в книге «Легенда о великом инквизиторе». «Безвестен я, я вами не стяжал ни почести, ни денег, ни похвал. Стихи мои плод жизни несчастливой, у отдыха похищенных часов, сокрытых слез и думы боязливой, но вами я не восхвалял глупцов, но с подлостью не заключал союза, нет, свой венец Терновый приняла, не дрогнув, обесславленная муза и под кнутом без звука умерла». 1855 год. В реальной ситуации середины 1850-х годов Некрасов был одним из самых читаемых поэтов. После же выхода книги стихотворений 1856 года он мог убедиться в своей беспримерной известности. Шестого по старому стилю, по новому, 18 декабря 1856 года Некрасов писал Тургеневу «О книге моей пишут чудеса, голова могла бы закружиться, неслыханная популярность, успех, какого не имел и Гоголь». «Скучно, скучно, емщик удалой, разгони чем-нибудь мою скуку, песню, что ли, приятель, запой, про рекрутский набор и разлуку. Не бы лицей какой посмеши, или что ты видал расскажи, буду, братец, за все благодарен». «Самому мне не весело, барень, сокрушила злодейка жена, а с чего? Видит Бог, не томил я ее безустанной работой, одевал и кормил, без пути не бронил, уважал, то есть вот как с охотой». «А слышь, бить, так почти не бивал, разве только под пьяную руку. Ну, довольный, емщик, разогнал ты мою неотвязную скуку». 1845 год. Белинский был поражен им и сказал однажды, «А каков Некрасов-то, ведь он начинает обнаруживать глубокий поэтический талант, сколько скорби и желчи в его стихе». Айгерцин назвал стихотворение превосходным. Еду ли ночью по улице темной, буря заслушаюсь в пасмурный день, друг беззащитный, больной и бездомный, вдруг предо мной промелькнет твоя тень. Солнце сожмется мучительной думой, с детства судьба не взлюбила тебя. Беден и зол был отец твой угрюмый, замуж пошла ты другого любя. Где ты теперь, нищетой горемычной, злая тебя сокрушила борьба? Или пошла ты дорогой обычной и роковая свершится судьба? Кто ж защитит тебя? Все безызъятья именем страшным тебя назовут, только во мне шевельнутся проклятия и бесполезно заврут. Август 1847 год. И Эстургенев писал Белинскому из Парижа 14 26 ноября 1846 года. Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение в девятой книжке современника меня совершенно с ума свело. Денно и ношно твержуя это удивительное произведение и уже наизусть выучил. Впечатление, произведенное стихотворением, было настолько велико, что Чернышевский испустя более 30 лет в письме к жене из Вилюйска от 15 марта 1877 года назвал его первым из тех которые останутся долго прекраснейшими из русских лирических пьес. Одна первая глава пророка Исаии превысит всех поэтов по этой скорбящей тематике за 3000 лет. Всех до одного. Третья ездры 16 48 Кто занимается хищничеством тех, чем больше украшают они города и домы свои, владения и лица свои, тем более возненавижу за грехи их, говорит Господь. Как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную, так правда возненавидит неправду украшающую себя и обвинит ее в лицо, когда придет тот, кто будет защищать преследующего всякий грех на земле. Пророк Михей 2 7 Разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия его? Не благотворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? 2 Коринфянам 11 13 Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых.